Продолжение следует... Если вы изуродовали общее образование и плохо готовите детей в школе, то эта беда минимум на 10 лет, а то и гораздо больше. Я вам сейчас продемонстрирую документ, который редко показывает. Называется «Образование для России. Переходный период». Этот документ подготовлен Всемирным банком в середине 90-х годов, за день ЕСОРОСом, и лег в основу нашей образовательной политики, то есть российского правительства, и реализуется все эти годы. Если в области обороны, безопасности государственная патриотическая линия восторжествовала, то в этой сфере по-прежнему реализуется то, что здесь прописано черным по белому. Здесь написано, открываем и читаем, это большой документ, почти 100 страниц, что нет необходимости иметь профессиональное образование, рынок все отрегулирует. Сейчас отрегулировал так, идите спросите на любое предприятие, не могут найти токаря, грамотного и слесаря. Написано, что не нужно такое педагогическое образование, и в результате даже в начальной школе почти половина учителей или пенсионного, или предпенсионного возраста. Написано, не нужны специалисты, инженеры, пусть будут бакалавры и магистры, и мы получили бакалавры и магистров, но хорошего инженера, толковый директор не может найти с огнем в хороший день. Тут написано, что главной формой должна быть проверка знаний с помощью ЕГЭ, и эта баба ЕГЭ парализовала всю школу. Общий результат. Прошло почти 20 лет, и Фурсенко и Ливанов упорно реализуют эту политику. Результат вот дали три контрольные для студентов, которые учились на первом курсе по русскому математике и географии. Каждый второй задачи и предложения по за среднюю школу написал на двойки. Все последние международные конкурсы и соревнования по знаниям мы практически продули, начиная с профессиональных, кончая математикой. В этой связи мы давно не только этим озабочены, но подготовили свою программу. Программа, и она реализована в качестве закона. Мы дважды вносили, и сейчас подробно Иван Иванович об этом расскажет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос качественного образования и работы школы общеобразовательной и высшей, это главный вопрос любой политики. Мы готовы не только реализовать эту политику, но она у нас в деталях прописана. Она впитала все лучшее из русской школы с времен Петра Великого, советской школы, а это была самая уникальная школа. Когда допрашивали фашистских генералов, задали вопрос, почему войну проиграли. Ответ был довольно любопытный. Мы проиграли войну не только Красной Армии, а скорее советскому учителю, который за 10 лет подготовил удивительно грамотного, патриотичного солдата и офицера. Когда мы первые поднялись в космос, американцы к нам прислали большую комиссию. Вот такой доклад подготовили. Можете его открыть. Он и есть, по-моему, в интернете. Там есть в середине глава, которая называется, что знает Иван и чего не знает Джо. Они пришли к поводу, что проигрывают соперничество на школьной партии в студенческом Е. И после этого в 10 раз увеличили ассигнование свое образование. Англичане сейчас ввели советскую практику. Талантливых математиков привлекают, и они бесплатно учатся в специализированных школах. У нас все это было великолепно организовано. Но оно сегодня рушится в угоду так называемому рынку. А этому рынку образованные, профессиональные, думающие люди особо не нужны. Сейчас Иван Иванович представит нашу программу, которую мы уже внесли и в качестве закона в Государственную Думу. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, уважаемые участники ПЕС-конференции. Вам уже роздана наша образовательная программа. Она издана в таком компактном виде, в виде брошюры. Я хочу обратить внимание на то, что образование является важнейшей частью нашей молодежной политики. Когда мы работали над этой программой, занимались ей, мы поставили такую, я бы сказал, очень важную, основную задачу, чтобы было как можно меньше лишних слов. И чтобы был виден стержень нашего подхода к каждой острой проблеме, которая есть в системе образования. Я остановлюсь на некоторых моментах. Первое, что я хотел бы отметить. КПРФ единственная партия, которая является правоприемником общепризнанной лучшей в мире системы образования. Советской системы образования. Вот Геннадий Андреевич сейчас в своем вступительном слове сказал, что наиболее развитые страны мира сейчас все больше и больше в своей образовательной политике используют элементы советской системы образования. Мы же в своей практике и в своей образовательной политике все дальше и дальше уходим от лучшей, общепризнанной лучшей модели в системе образования. Второе, что я бы отметил. КПРФ единственная партия, которая уже сделала большое историческое дело для образования. Я имею в виду то, что в 90-е годы, когда шла приватизация всего и вся, когда самые лучшие куски советской экономики были приватизированы, именно фракция КПРФ не позволила приватизировать систему образования. Хотя такие попытки были и они предпринимались неоднократно. Более того, по нашей инициативе, а тогда наши представители возглавляли Комитет по образованию и науке в Государственной Думе, был принят специальный закон о запрете приватизации образовательных учреждений. Третье, КПРФ единственная партия, которая уже дважды вносила комплексные альтернативные законопроекты в области образования. В 2012 году мы внесли законопроект о народном образовании. Кстати, должен сказать, что даже в этой, далеко не благоприятной для нас и для системы образования Государственной Думе, наш законопроект набрал 209 голосов. 209 голосов. Он шел в альтернативу правительственному законопроекту об образовании в Российской Федерации. И вот недавно, в этом году, мы внесли законопроект об образовании для всех. Ну, может возникнуть вопрос, а зачем вносить новый законопроект? Вот, был разработан в 2012 году, вносили бы его. Ну, конечно, за 4 года многое чего изменилось уже в системе образования. Эти изменения надо было отразить в новом проекте закона. И, наконец, я бы обратил внимание на тот факт, что КПРФ единственная партия, которая имеет программу, написанную совместно с образовательным сообществом. Наша программа готовилась вместе с работниками образования, с работниками разных уровней образования, с педагогической общественностью, с родительской общественностью. Мы провели огромное количество форумов, слушаний, и вот результатом этой работы стала и наша программа, и тот законопроект, о котором я сказал, который опирается на эту программу. В последнее время очень часто по телевидению можно слышать передачи образовательные, где речь идет о том, что образование развивается верно, но есть отдельные проблемы. Вот мы с этим категорически не согласны. Мы считаем, что нужно менять вектор развития образования. Современное образование, образовательные политики, оно идеологически основывается на рекомендации Всемирного банка, на том документе, который продемонстрировал вам Геннадий Андреевич, и реализуется либеральными менеджерами Министерства образования. Мы выступаем за суверенную, независимую образовательную политику в интересах нашей страны и в интересах наших граждан. И мы считаем, что нужно использовать лучший, наработанный нашей страной опыт и, конечно, использовать и все самое передовое, которое есть в образовательной политике. Ну и, наконец, может быть, я все-таки некоторые моменты конкретные нашей программы отмечу. Там есть 15 пунктов. Ну, наиболее, может быть, те, которые сейчас стоят особенно острые, по которым мы, как депутаты, получаем огромное количество писем. Вы знаете, как остро стоит проблема ликвидации и реорганизации государственных и муниципальных образовательных учреждений. Так вот, в нашем законопроекте, в нашей программе написано, что мы запретим ликвидацию и реорганизацию государственных и муниципальных образовательных учреждений без согласия представительного органа власти соответствующего уровня. То есть, если речь идет о ликвидации или реорганизации государственного образовательного учреждения, значит, должно быть мнение Государственной Думы по этому поводу, если муниципального, соответствующего законодательного собрания, ну и так далее. Мы выступаем за запрет на ликвидацию сельских школ. За последние годы, по самым так скромным подсчетам, прекратили свое существование 28 тысяч сельских школ. Мы считаем, что ни одна сельская школа не может быть закрыта без решения сельского схода. Очень огромная проблема единого государственного экзамена. Вы знаете, наш подход, он основывается на том, что итоговая аттестация должна выявлять реальные знания и умение мыслить молодого человека, а не то, что тестовая система единого государственного экзамена выявляет. Обращаю ваше внимание на то, что когда законом вводился единый государственный экзамен, наша фракция единственная, которая категорически выступала против ЕГЭ. Вот сейчас можно слышать представителей разных фракций, партий, которые тоже выступают против ЕГЭ, где они спрашиваются были, когда его вводили, и когда вводился он соответствующим законам, и почему они голосовали за то, чтобы вести ЕГЭ. Действительно нужно добровольное участие в баллонском процессе, и, наконец, последний, может быть, момент, на который я обратил бы внимание, необходима дебюрократизация системы образования. Вот сейчас образовательные учреждения ежегодно сдают примерно 300 отчетов по 13 тысячам показателей. Такого вообще нет, уверяю вас, в системе образования. Мы чемпионы мира по вот этим бюрократическим процедурам. А вуз в среднем проверяется 60 дней в течение учебного года. Вот представляете, насколько фактически вуз исключается из нормального образовательного процесса. Вот все эти вопросы отражены и в нашей образовательной программе, и в соответствующем нашем законопроекте. Но главное, наш закон гарантирует всем детям, включая высшее бесплатное доступное образование и первое рабочее место. И он предусматривает финансирование в пределах 7% от расходной части бюджета. Еще никто ни разу в мире не провел модернизацию, тратя меньше. Советская страна даже после гражданской войны и в годы войны тратила такие средства, прекрасно понимая. Безобразованных, грамотных людей в этом мире делать нечего. Поэтому наш закон внесен, и он будет в новом составе Думы рассмотрен в первую очередь. В стране с 8 до 14 лет 15 миллионов детей, из 14 до 30 еще 33 миллиона. Мы подготовили реальную молодежную программу, которая включает предложения всех молодых наших клубов, очень молодежных клубов, очень интересные предложения со стороны спортивной общественности. Я хочу, чтобы Юрий Афонин представил эту программу. Уважаемые друзья, коллеги, Коммунистическая партия Российской Федерации уделяет большое внимание работе с молодежью, защиту интересов молодежи и поддержка молодежи в условиях социально-экономического кризиса. По сути, сейчас в стране есть две категории населения, по которым больнее всего ударил социально-экономический кризис. Это старшие поколения, которые живут фактически за чертой бедности и пенсии, которых не дотягивают даже до уровня прожиточного минимума. КПРФ борется за эту категорию. Фракции КПРФ в Государственной Думе внесло законопроект о детях войны. К сожалению, единороссовское большинство этот законопроект не поддержало. Но мы уверены, что в нынешнем, в следующем составе Государственной Думы мы обязательно добьемся принятия этого закона. И, конечно же, молодежь и дети. Это тоже та категория населения, которая фактически оказалась в условиях рыночного дикого капитализма, обязана платить за все. Начиная с детского сада, школы, вуза, возможности заниматься в спортивных и творческих секциях. Мы фактически прекрасно понимаем, что это все ложится на их родителей. У нас по итогам 2015 года 20 миллионов человек живет за чертой бедности. А только за первый квартал 2016 года таких уже увеличилось на 3 миллиона. То есть фактически страна нищает. И в этих условиях, конечно, возрождение массового спорта, доступности кружков, секций, вопросы, связанные с образованием, они являются ключевыми. Мы подготовили молодежную программу партии. Она вышла тиражом более 5 миллионов экземпляров. Эта программа получила серьезную поддержку и среди вузовской молодежи, и среди школьников. Мы эту программу обсудили на целом ряде молодежных лагерей, смен, активов. И причем эту программу поддерживают не только сторонники коммунистической партии, но и широкое молодежное движение. Ключевые задачи это возврат бесплатного, качественного и доступного образования, обеспечение трудовой занятости, принятие закона о квотировании первого рабочего места. Поддержка молодой семьи, особенно остро стоят вопросы жилья. Ведь по данным более 80% семей, молодых семей разрушаются как раз по причине отсутствия собственного жилья. Мы считаем, что необходимо защитить здоровье молодежи, духовно-нравственные ценности, обеспечить равный доступ к занятиям в секциях, в спортивных клубах. Сегодня мы представляем на основе молодежной программы, разработанную программу КПРФ в области физической культуры и спорта к новым рекордам, к новым победам. Причем эта программа прошла пробацию в целом ряде наших спортивных организаций. Вы знаете, действует успешно КПРФ и сегодня наши товарищи представят эту работу. Могу сказать, что при разработке этой программы мы привлекали внимание ученых. Вы знаете, что на протяжении долгого времени крупнейший спортивный вуз Российской Федерации, институт имени Лезговта, возглавлял коммунист Таймазов Владимир Александрович. Их научное сообщество активно подключилось к этой работе и работает вместе с нами. Наша главная стратегическая цель в области физической культуры и спорта – это возрождение гарантированного, доступного возможности занятия физической культурой и спортом всем, вне зависимости от кошелька родителей, доступности его для населения. Предлагая свою программу, мы опираемся на опыт Великого Советского Союза. Советский Союз, участвуя в 18 олимпиадах зимних и летних, победил в 13. Мы изучили опыт Китая, который за последние годы совершил прорыв не только в экономике и социальной сфере, но достигает веселых успехов на спортивных площадках. Мы серьезно изучили опыт работы футбольных школ в Германии, Исландии и целого ряда стран, которые показали прекрасные примеры. Молодежь активно видит заботу нашей партии, молодежь активно вступает в ряды Коммунистической партии Российской Федерации. Мы за последний год приняли несколько десятков тысяч молодых ребят и девчонок. У нас все активнее и активнее наши молодые ребята работают в партии, возглавляют региональные партийные организации. И самое главное, мы получаем серьезную общественную поддержку. Не так давно делегация КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым возвратилась с молодежного Всероссийского форума «Территория смыслов», на который получила очень серьезную поддержку. Я хотел бы сказать, что при разных точках зрения молодежь понимает, что будущее за социализмом и социальной справедливостью. А фактически слова, сказанные Геннадием Андреевичем Зюгановым на открытии этого форума, что у нас есть одна главная партия России, во благо которой мы должны трудиться, это стал фактически лейтмотивом работы нашего молодого пополнения. Я уверен, что при реализации наших программ, наших задач, страна будет развиваться и успешно представлять и спорт, и молодежную политику, и на мировой арене. Спасибо. Продолжит эту тему Ющенко Александр Павлович. Уважаемые коллеги, недавно прошедший чемпионат Европы по футболу просто смыл тональную пудру с проблемы, которая усердно припудривалась на протяжении последних лет. И проблема в том, что это далеко не ягодки. Ягодки начнутся через два года, когда чемпионат мира придет в Россию. Поэтому мы всегда говорили, для того, чтобы достойно подготовиться к домашнему чемпионату мира, надо было начинать тогда, когда этот чемпионат мира уже его объявили. Поэтому в первую очередь необходимо вернуть футбол в границы спорта, то есть определиться, футбол это что, популярный вид спорта, который сегодня смотрят во всех часовых поясах, несмотря на время, или это искусственно созданный счастливый так называемый мир группы лиц, уровень жизни которых никак не связан со спортивными результатами и процессами, происходящими в государстве или в обществе. Об этом, кстати, говорил и президент Путин в 2015 году на совещании, когда сказал, что необходимо прекратить эту ярмарку тщеславия за государственные деньги. Поэтому мы считаем, что деньги госкорпорации, государственные деньги, выделяемые на профессиональные футбольные клубы, должны быть ограничены не более 25% или максимум 50%. Остальное это привлечение частного капитала. И что важно, эти деньги не должны тратиться на трансферы, на агентов и на разного рода компенсации. Не более 25% из этих поступаемых государственных средств может идти на оплату труда сотрудников и спортсменов. Остальные 75% должны тратиться на социальную сферу. Детский спорт и целевое использование госсредств должны быть четко регламентированы. Напомню, что сегодня средний доход работников в футбольной сфере, по версии средств массовой информации, составляет в среднем 50 миллионов рублей. Поэтому, например, пример 2012-2013 года клубы премьер-лиги получали ежегодные средства госкорпораций, бюджетов региональных и местных. Порядка 1 миллиарда 200 миллионов евро. И три статьи в основном дохода. Это зарплаты футболистам, выплаты агентам и трансферы. Я могу привести маленький пример. В РФС поступило заявление от среднестатистического футболиста, который даже третий не отыграл на футбольном поле в основном составе. И он пишет, что... Просто цифры приведу пример. Мною было заработано около 140 миллионов рублей. То есть агентское соглашение составило почти 40% от моего дохода. Тогда как под заключенным нами соглашением должно быть составлять не более 10. Вот такая схема, она происходит везде и повсеместно. Об этом надо говорить громко и с этим это необходимо прекращать. Поэтому мы считаем, что необходимо установить ограничение зарплат футболистов из средств государственной корпорации. Не более, например, как вариант, рабочий вариант предлагается, не более как 100 минимальных размеров оплаты труда. А премиальные, если хотите платить больше, то платите из денег, которые заработал клуб или из частного капитала. Третье. Сегодня на детский спорт и на подготовку резерва уходит от 1 до 5% бюджета футбольного клуба. Средний бюджет футбольного клуба примерно 70 миллионов евро. Клубы должны играть большую социальную роль и развитие детско-юношеского спорта по своим направлениям. Отрасль разращена до предела. Если отсутствует мораль и эту сферу взяли под контроль дельцы, то как следствие, что мы можем ожидать от футболистов? Это мы видим сегодня с экранов телевизора каждый день. Необходимо вернуть идеологию спорта, идеологию победителей. В свое время великие тренеры Лобановский и Бесков за проступки, а проступки были всегда у футболистов, наказывали тройными или пятерными нагрузками на тренировках. Сегодня мы видим на примере некоторых футболистов, их просто отстраняют от тренировочного процесса, переводят в дубль и наказывают, вдумайтесь, даже назвали 320 тысяч евро. Это вообще другой совершенно параллельный мир. Тогда стоит вопрос, в каких деньгах живут те, которые его наказывают. У нас отсутствует система, теперь что касается легионеров. Легионеры, необходимо к легионерам предъявить жесточайших критерий разрешения на работу, то есть возраст и, например, количество игр за национальную сборную. Сегодня мы видим, что покупаются среднестатистические футболисты и на них просто отмываются деньги, бюджетные деньги. У нас отсутствует система подготовки детских тренеров. Необходимо ввести в программу подготовки предметы психологии и педагогики в воспитании детей. И допуск к работе с детьми только с качественной лицензией РФС. Шестое. Необходимо восстановление академии футбола. На примере Советского Союза, когда мы знали, что мощнейшие были академии футбола в Киеве, в Тбилиси, в Москве, но сегодня необходимо такие академии переводить в регионы, потому что Москва не способствует сегодня, к сожалению, ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни крупные города не способствуют сегодня реально спортивному процессу. Есть сегодня такая одна академия, Академия Галецкого в Краснодаре, которая где-то более 22 полей. Она действительно очень качественная, но она одна и там не имея конкурентной среды, она варится в собственном соку. И последнее. Впереди чемпионат мира 2018 года. Мы строим 50-80 тысячные стадионы. Вопрос, кто на них сегодня будет играть. В этих городах банкротятся футбольные клубы. И сегодня последний пример, пример Динамо, который впервые вылетел в низшую лигу за свою историю. Это как раз пример не только спортивного результата, но и демонстрация силы олигархического криминального капитала над государством и правоохранительной системой. Спасибо. Аркадий Белый, чемпион Европы, многократный чемпион нашей страны. Он у нас входит в руководство спортивного клуба. Аркадий, пожалуйста, заслуженный мастер спорта. Добрый день, уважаемые коллеги. Я два слова скажу о деятельности непосредственно спортивного клуба КПРФ. Ему уже более 8 лет. И основной задачей клуба, когда он организовывался руководителем нашей партии, было именно развитие спортивного движения, придание ему такой нормальной организационной структуры и продвижение именно идеи здорового образа жизни и активной позиции молодежи, которую, естественно, спорт очень интересует, поскольку молодежь всегда любит заниматься спортом. Собственно, в этом направлении мы и действуем все эти годы. Я считаю, что клуб прошел достаточно большой и серьезный путь. Причем направления у нас совершенно разные. от действительно профессиональных команд и создания систем обучения ребят различным видам спорта, причем на хорошем очень уровне. У нас как массовые проекты связаны с наиболее популярными видами спорта, такими как хоккей, футбол. У нас есть профессиональный мини-футбольный клуб. Молодежная команда нашего мини-футбольного клуба сегодня составлена исключительно из, естественно, наших перспективных молодых ребят. Очень серьезно выступает уже на общероссийском уровне. Вот за последний год можете посмотреть кубки. Сегодня мы принесли те, которые ребята завоевали. Это действительно наши маленькие победы. Но есть и много массовых проектов, которые связаны... Расскажи, почему маленькие победы? Наша сборная молодежная стала чемпионом страны в Суперлиге. Это ребята до 23 лет. Взрослая команда выиграла Кубок Москвы. Играла с самыми главными командами, которые есть в стране. Это большие победы, если учесть, что в основном играют любители у нас. И дети, которые заинтересованы, уже почти 10 лет занимаются в нашем клубе. Пожалуйста. Много массовых проектов. У нас и проходит серия серьезных, довольно массовых турниров, связанных с запыловыми на открытой воде. Соревнования по фигурному катанию по всей России проходят. И в целом мы за эти годы наблюдаем массовый рост людей, занимающихся разными видами спорта в регионах. Наши региональные отделения, они все более структурно организуются. И сегодня мы уже практически вплотную подходим к ситуации, когда спортивный клуб КПРФ может стать вообще общероссийским спортивным обществом. Потому что действительно в регионах очень много занимающихся разными абсолютно видами спорта. Не только футболом, не только хоккеем, не только массовыми видами. У нас более 40 видов спорта. И, собственно, основная мысль состоит в том, что мы реально абсолютно все эти годы занимаемся развитием спорта. Не только в Москве, не только централизованно здесь, но и прежде всего в регионах. Потому что чувствуем обратную связь, чувствуем желание молодежи в регионах заниматься спортом. И приходят к нам ребята абсолютно сами. Мы для этого практически ничего не делаем. Мы даем только возможность им заниматься, играть и быть активными в этом смысле. Так что в этом плане могу сказать, что мы движемся очень хорошо. И спортивный клуб за эти годы прошел большой путь. Я думаю, что в ближайшее время этот путь продолжится. Спасибо. У нас сейчас более сотни команд по мини-футболу. Великолепная команда по фигурному катанию. Мы только что проводили вместе с Международной Федерацией соревнования по плаванию на открытой воде на одном миле. Участвовало около тысячи спортсменов. Наша команда блестяще выступает в этих соревнованиях. Приглашаем всем детям открыты наши клубы и площадки. Просим через вас, у мэра Собянина, дайте нам одну спортивную базу, и мы ее приведем в идеальный порядок. Там будут заниматься дети, там будут расти настоящие спортсмены и патриоты, которые с честью будут защищать флаг, спортивный флаг нашей державы. Вот сегодня сказал Александр про Динамо. Оно выскочило в этом году, накануне чемпионата мира, который будет у нас проходить. Хочу вам напомнить, в 45-м году, через 4 дня после победы, 9 мая мы отпразднули победу, а 13-го начался чемпионат СССР по футболу. В тот год победила Динамо. Ну и англичане вместе вроде воевали, защищали, сражались. Решили пригласить нашего чемпиона и провести несколько показательных футбольных матчей. На их полях сражений не было. Они решили научить наших играть в футбол. Мы послали туда Динамо. Динамо приехало. Общий счет 4-х матчей, 18-9, в нашу пользу. Когда на 100-тысячном стадионе, где играл их чемпион Челси и Арсенал, мы сыграли в Челси 3-3, наши футболистов подняли на руки и местные болельщики их вынесли с стадиона. Они были просто потрясены уровнем мастерства и уровнем самоотдачи в игре в этот футбол. А когда Арсенал обограли 4-3, там вся Англия была в шоке. Мы там блестяще сыграли. А сейчас поехали, одни дерутся, а вторые сидят и отмахиваются. Брать повязку капитанскую или не брать? Это вообще полный идиотизм. И одновременно еще в Монако там сидят и поддают. Неясно за какие деньги. Но вообще-то говоря, надо было приехать сюда и каяться, а не пьянствовать там. Короче говоря, надо наводить тут элементарный порядок. Правильно мы вносим свои предложения на сей счет. И надеемся, что Министерство спорта рассмотрит наши предложения. Министерство спорта рассмотрит наши предложения. Министерство спорта.